Блашиный рынок стартовал на Тишинке в 2005 году. Уже 10 лет прошло с тех пор. Во всех странах центральная площадь города отдается под блашиные рынки. На нее стекаются любители старины, эксперты и дилетанты. Дилетанты задают миллион вопросов, получают ответы. Таким образом, блашиный рынок – это самая яркая, интересная просветительская площадка. Идите на блашиный рынок, и вы знаете историю не только России, но и всего мира. Английский завод Мэрисотт производит плюшевых медвежек из Махера. Это единственный английский завод, оставшийся, который производит медвежат вручную. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас, очень люблю всех! И сегодня мы на охоте на блашином рынке. Со мной, как всегда, мои любимые подружки. Две галочки. Потом я вам отдельных сниму. Но сейчас мы идем на охоту. И в первую очередь мы проходим, конечно, к брошкам. Сурия. Сурия. А, 5700, потому что вот этот бантик – это Жан Риверс. А это, откуда она, американская? Да, да, да. Она еще, это, как его, умерла в 2014 году, и все ее вообще изделия в цене сейчас будут. О, потому что уже все, ее нет. Спасибо. Спасибо. А я считала наоборот, что вот этот бисквит у нас раньше продавались, помню, в детстве колесенки. Я все время смотрела и мечтала купить себе, а сейчас мне уже... В России екатерининский классицист нашел отражение и в русском фарфоре. В России классическая скульптура тиражируется в виде уменьшенных фарфорованных копий. Создаются портреты самой Екатерины II и членов императорской семьи. Белый матовый бисквит как нельзя лучше соответствует устойчивому мифу о беломраморной античности и получает широкое распространение. Бисквитные бюсты и скульптуры выпускаются на заводе и по сей день. В первой половине XIX века в моду вошли предметы, украшенные лепными цветами. Шедевром искусства русского фарфора стал букет из цветов в исполнении лепщика императорского фарфорового завода Иванова. Натуралистичность букета поражает. Тончайшие лепестки с прожилками неотличимы от живых. Моделями послужили растения, которые специально выращивались в оранжереи завода. Букет предназначался для демонстрации на всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Но доставить хрупкое изделие на нее так и не решились, опасаясь за его сохранность. Да, у вас очень большая коллекция, называетесь вы арт-мелочи Британии. Первый раз вижу желтые. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...